Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, лётчиком-космонавтом майором товарищем Китовым Германом Степановичем. Август 61-го. Ещё не прошёл восторг после полёта Юрия Гагарина как новая победа. Впервые космонавт на орбите прожил полноценный день. Ел, работал, спал. И не просто спал, а проспал. На сон космонавту номер два Герману Титову полагалось восемь часов. Он проснулся на полчаса позже. Потом даже появился анекдот. Почему Титов проспал в космосе? Потому что у него на борту не было будильника Ереванского завода. Зарядим, я орёл! Об этом мало кто знает, но по плану Герман Титов должен был в космосе провести семь часов, а это три-четыре витка вокруг Земли. На большее отпускать космонавта медики опасались. Никто не знал, как невесомость повлияет на самочувствие. Один виток, который совершил Юрий Гагарин, большой информации не дал. А многочисленные эксперименты на собаках показали – длительные полёты животные переносят плохо. Однако Королёв настоял – космос надо осваивать широкими шагами. Ведь такое колоссальное увеличение продолжительности полёта в страну, незнаемую, неизвестную, что такое невесомость – это скачок колоссальный. Самый молодой космонавт первого отряда Герман Титов провёл на орбите 25 часов. Он впервые управлял кораблём и снимал на кинокамеру нашу планету. Но самое главное – Титов первым понял, что такое невесомость. На седьмом витке от головокружения дошноты ему стало совсем плохо. Было принято очень правильное решение. Мы попросили его, значит, ну вместе с медиками, конечно, закрыть глаза и лежать неподвижно, не двигаться. Он закрыл глаза и не двигался. Один виток. И прилетает, и опять, ну как я говорю в шутку, зачирикал. Именно за эту важную информацию для учёных Титову не раз приходилось слышать свой адрес упрёки. Мол, слабак. Он откровенно рассказал о своём самочувствии в полёте. Для этого нужно было обладать этим мужеством и интеллигентностью. В списке космонавтов Герман Титов значится вторым. Но тогда, в 60-е, в прессе его называли первым орбитальным жителем. Именно после его полёта на орбите начались настоящие эксперименты. Титов доказал, в космосе можно и жить, и работать. Когда сделали этот вывод, медики придумали страшно много различных тренажёров, агрегатов, всего. И мы начали тренироваться. И примерно через 8 месяцев мы тренировали вестибулярный аппарат настолько, что мы вообще перестали реагировать на любые раздражители. И тогда доложили о том, что мы готовы сразиться опять с невесомостью. Вахты современных космонавтов полгода. Хотя можно и дольше. Космонавт Валерий Поляков на станции «Мир» проработал рекордных 437 суток. Впереди у землян долгие экспедиции на Марс и строительство лунных баз. Полёты станут всё более длительными. А всему этому положил начало Герман Титов, первый житель космоса. Благодарю! Благодарю за пожелание! Будьте здоровы, дорогие товарищи! Будьте здоровы!